Спасибо большое, Александр Григорьевич. Уважаемые коллеги, юбилеем для Содружества Независимых Государств в году председательство осуществляет Беларусь, которая, несмотря на целый ряд эпидемиологических ограничений, приложила максимум усилий для продвижения сотрудничества. 30-летие – это хороший повод поделиться мнениями и о результатах проведенной работы, наметить пути дальнейшего развития организации, роль и значение которой на разных этапах рассматривалось по-разному. Мы поддерживаем заявление по случаю с 30-летия создания СНГ. Оно дает не только оценку деятельности организации, но и намечает направление его дальнейшего развития. Обозначены пути взаимодействия, в том числе по линии зеленой экономики, цифровизации промышленной кооперации, инновационных технологий, утилизации природных и экономических ресурсов, поддержки малого и среднего бизнеса. Одной из сильных сторон СНГ всегда было сотрудничество по гуманитарным вопросам, которое, помимо всего прочего, обеспечивает связь прошлого с будущим. Ярким свидетельством того является, например, ежегодный молодежный конкурс «100 идей для стран СНГ», который на днях прошел в областном центре Сюникского марза Армении в городе Капан. Мы с радостью поддерживаем решение об объявлении Молдавского города Камрад культурной столицей Содружества в 2023 году. Мы также поддерживаем представленные заявления по биологической безопасности, вопросам миграции, защиты избирательных прав граждан и гарантии электорального суверенитета государств, участников Содружества. Уважаемые коллеги, в пользу случаем я бы хотел поделиться с вами моими оценками ситуации в нашем регионе, сложившемся после прошлогодней войны, и познакомить вас с моими представлениями о будущем. Как вы знаете, благодаря посредническим усилиям Российской Федерации 9 ноября 2020 года удалось достичь прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с трехсторонным заявлением, подписанным в результате посредственных усилий Москвы, Нагорном Карабахе были размещены российские миротворцы, обеспечивающие его безопасность. Российская Федерация и лично президент Путин сыграли решающую роль в прекращении 44-дневной войны. Они сегодня играют основную роль в поддержании мира в регионе. Мы благодарим за эти усилия и полностью разделяем философию, на которой они основаны. Сегодня наш регион стоит на пороге очень важных трансформаций. При проявлении политической воли и мудрости они могут изменить существующую на сегодняшний день картину и привести к формированию условий для подлинного мира и стабильности. Мы готовы к таким изменениям. Более того, они совпадают с нашими видениями будущего. Правительство Армении в программе своей деятельности поставило целью открытие новой эры мирного развития для нашей страны и нашего региона. И мы, победив на внеочередных парламентских выборах в июне этого года, получили мандат на достижение этой основополагающей цели. Однако есть очень много факторов, которые ставят под сомнение возможность мира в нашем регионе. Несмотря на все политические усилия и вопреки трехстороннему заявлению, люди продолжают гибнуть на Горном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. В этой связи я предлагаю усилий с трехсторонним механизмом расследования инцидентов и соблюдения режима прекращения огня и всех военных действий. Риторика вражды и ненависти, постоянные угрозы и провокации стали вседневностью для нас. Очень многие не только не верят, но и не хотят мира и стабильности в нашем регионе. И в этих условиях очень трудно продвигать повестку мира. Но мы настроенно решительно сделаем все от нас зависящее для достижения мира и стабильности в нашем регионе. И мы имеем ясное представление, как достичь этой цели. Диалог и постепенное преодоление атмосферы вражды, к сожалению, имеющие место в нашем регионе, разблокировка всех региональных транспортных и экономических коммуникаций – вот единственный путь, который мы считаем может привести к этой цели. В этом контексте очень важно выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Хочу вам сообщить, что в рамках трехсторонней рабочей группы во главе с вице-премьер-министрами России, Армении и Азербайджана мы работаем над открытием всех транспортных коммуникаций и надеемся достичь конкретных результатов в ближайшем будущем. Это означает, что Армения получит железнодорожную и автомобильную связь с Россией и железнодорожную связь с Ираном по территории Азербайджана, а Азербайджан получит железнодорожную и автомобильную связь с Нахаджеванской автономной республикой по территории Армении. Очень важно отметить, что мы поддерживаем те сценарии открытия транспортных коммуникаций, которые станут символами и средствами установления мира, а не изоляции и вражды. Уважаемые друзья, для достижения какого-либо прогресса в решении экономических и политических проблем крайне важна атмосфера, в которой они обсуждаются. Здесь я, с сожалению, должен констатировать, что вопреки восьмому пункту трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года Азербайджан до сих пор не вернул всех армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Я хочу обратить ваше внимание, что это заявление касается не только военнопленных, но и заложников и других удерживаемых лиц. Это чисто гуманитарный вопрос, и мы надеемся на его скорейшее разрешение. В этом контексте хочу заверить, что Армения готова завершить передачу Азербайджану карт тех минных полей, которые находятся в тылу азербайджанских вооруженных сил, то есть предоставляют собой гуманитарную угрозу. Существуют и другие факторы, которые негативно влияют на и без того напряженную обстановку в нашем регионе. В частности, хочу обратить внимание на существование так называемого парка трофеев в столице Азербайджана. Там была такая практика. Посетители в кавычках «любовались манекенами, изображающими взятых в плен убитых и кровотачащих армянских солдат». Что еще более прискорбно, туда организуются экскурсии для азербайджанских школьников, которые с гордостью публикуют в социальных сетях свои селфи на этом фоне. На днях мы узнали, что манекены и каски наших погибших солдат изъяты из этого парка, и это как минимум неплохо. Еще одной важной задачей для достижения прочного мира является демаркация и делимитация границ между Арменией и Азербайджаном. Мы готовы начать этот процесс и в этом вопросе также надеемся на поддержку России и других наших международных партнеров. Здесь я также должен заметить, что очень важна соответствующая атмосфера для преодоления существующих преград. Однако трудно себе представить работу над демаркацией и делимитацией границ, которые недавно были нарушены со стороны Азербайджана и где идет почти регулярная стрельба. В частности, я имею в виду участок границы между Арменией и Азербайджаном в районе Сот-Хознавар. Мы неоднократно предлагали в этом участке совершить зеркальный отвод вооруженных подразделений, учитывая линию границы между Арменией и Азербайджаном, юридически обоснованных и зафиксированных на картах Советского Союза. Вдоль этой границы могут разместиться российские пограничники и или международные наблюдатели. Эта схема поддерживается Российской Федерацией и мы ждем возобновления работ в этом направлении. Уважаемые коллеги, конечно же главным вопросом является подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Для этого мы считаем важным восстановить переговорный процесс в рамках соприседательства Минской группы ОБСИ. Соприседатели в последнем месяце в своих заявлениях неоднократно отмечали необходимость возобновления мирного процесса по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. В контексте деятельности соприседателей мы с удовлетворением отмечаем встречу руководителей внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, которая состоялась в Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генерал-Ассамблеи ООН. Мы приветствуем так удовлетворением, отмечаем вчерашнюю встречу между министрами иностранных дел, который состоялся в Минске при посредничестве министра иностранных дел Российской Федерации. Важным шагом будет предстоящий приезд соприседателей в регион и их визит в Нагорный Карабах. Хочу еще раз подчеркнуть, что Армения готова работать по всем названным мною направлениям. Мы убеждены, что реализация всех этих задач обеспечит существенный прогресс в деле создания условий для прочного и долгосрочного мира в нашем регионе. И должен заметить, что начало разговора с целью нормализации наших отношений с Турцией – это еще один фактор, который смог бы сыграть роль катализатора в данном вопросе. В этой связи я также должен заметить, что Российская Федерация выражает готовность полностью поддержать этот процесс. Дорогие друзья, я не считал, что эта площадка – удобное место для разбирательства нашей совместной истории. Я хочу проинформировать, что Армения и Азербайджан представили иски в Международный суд Гаги. Там сейчас начался процесс, и я думаю, что в контексте этого процесса можно озвучить все те обвинения, которые есть у Армении. По крайней мере, мы так собираемся делать и аргументировать нашу позицию в процессе Нагорно-Карабахского конфликта и вот той атмосферы, которая существует. Не могу не реагировать на высказывания по поводу общей наркотрафика, как сказалось, организованной Ираном и Арменией. Я хочу отметить, что мы очень тесно сотрудничаем с правоохранительными органами Ирана и очень эффективно боремся против наркотрафика. Я тоже могу представить цифры, которые показывают, что задержание и прекращение случаев наркотрафика и количество изъятых наркотиков у нас выросло в трое, в четыре раза и даже больше. Это показывает, что правоохранительные органы Ирана и Армении очень тесно сотрудничают и эффективно борются против наркотрафика. Уважаемые коллеги, завершение своего выступления с учетом перехода председательства Админска к Нурсултану, я хотел бы пожелать Казахстану успешного председательства, в которое свою лепту уверен готовы внести как государство-участники, так и исполнительный комитет СНГ во главе с уважаемым Сергеем Николаевичем Лебедевым. Благодарю за внимание. Продолжение следует...